все таки нет сегодня дождя пока что пока что после обеда будет так что мы пока решили погулять немного расскажем историю про апельсинку вот несколько раз говорили что он не залазит на стол и ничего со стола или вообще еду без спроса не берет а привет всем привет привет он был маленький еще сколько ему было даже меньше чем полгода может полгода максим но это максимум короче мы вот видели уже наш диван до серединка откидывается который перед телевизором и там получается как столик мы вдвоем когда сидим откидываем эту серединку и там держим то стаканчики там чипсики неважно что апельсинки допустим автором чаще всего потому что мы любим включить ютубчик не завтракать включаем канал кенью сей смотрим такие классные ребята там короче и вот кушали мы апельсинки но осталось там у нас пол апельсинки уже почищены мы что-то встали пошли на кухню ну получается зашли за стойку слышим что-то что-то кто-то чавкает я возвращаюсь обратно смотрю мотор залез на диван получается передними лапами на этом столике на серединке дивана жует так как жует держит апельсинку во рту просто пока что я его спрашивают еще делаешь а он смотрит на меня видишь я подхожу ближе и берет и он быстро за заживал короче и проглотил и вот тогда мы его поругали наказали потому что он залез можно сказать на стол с того момента он больше никогда ничего не очень на стол не лезет очень сильно поругали что он вот реально прям видно в глазах страх когда вот оставляю что-то на тарелке допустим и он лежит там на диване и иногда подхожу такая спрашиваю ты случайно там ничего не сделал он такие глаза сразу типу нет я вообще тут лежал просто так хотя уже нос 10 сантиметров от чего-то вкусненького но он не трогает приближается очень может запихнуться прям вот тарелки прям может втыкнуться тарелку в тарелку носом но не возьмет и больше не учили больше никаких тренировок на эту тему у нас не было вообще а и кто спрашивал если мы были у кинолога нет мы тренировали его сами с помощью ютуба а так в принципе у нас он очень послушный на солнце да любит других людей 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 вообще вообще еду не любит отдавать когда у него уже еда во рту то только если попросить и он положит вам в руку а так вот чтобы сорта вытягивать он не очень это любит не очень любит и очень хорошо это показывает но дети когда вот друзья заходят в гости с детьми не знаю я ему даю целый кусок целый квадратик сыра он бегает с ним во рту ребенок лезет ему в год забирает кусочки сыра он не он не это он никак не реагирует он понимает наверное что ребенок не знаю чем понимает но детям ничего не делать вообще он обожает и чит не нет никакой такой плохой реакции не если что вот когда ребенок только заходит он его очень сильно хочет понюхать как бы изучить и если ребенок боится конечно это проблем но еще и маленький ребенок и держит на руках и вот он может попрыгать чуть-чуть того что солнце высохла наша любимая лужа вчера по ней ходили как раз сортиком а ты дома была монтировала видео меня научил да умничка молодец уже а вы заметили что уже я через нос говорю и короче я вам кто монтирует чтобы не говорить через нос я реально говорю через нос не знаю почему может просто так потому что у тебя есть нос я через него говорю да логично здорово спасибо ну уж и кстати не забываем подписываться на канал чуть не забыл блин реально да еще осталось сколько в качество даст сегодня 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 этот видео не выйдет сегодня жалко сегодня вообще-то у нас день нашей семьи святой николай день нашей семьи мы вот сегодня венчались ровно сколько лет назад сколько я посчитаю года 9 нет не 9 на конец венчались мы а мы за ну да ладно 9 лет назад так что там вот просто расписались по 10 лет ну вот скоро будет 10 лет как мы расписались не юбилея блин знаешь скоро 9 лет как мы в америке прикинь да я в шоке я в шоке сейчас в июне в июне в начале июня 11 июня мы прилетели года хотя мы были очень счастливы очень боялась лететь вообще капец да еще в таком большом самолете мы так далеко не летали никуда вообще никогда в жизни никуда не летал я тоже не умнее но мы до этого были в италии на медовый месяц вода классном ну мы поехали на машине правда ну летели обратно на торде обратно летели на самолете но маленьком в эту мухину садишься и такой блин автобус ну да было очень страшно на самом деле но когда прилетели было круто у нас есть правило в семье просто из-за этого этот год как-то у нас не сработал но вообще уже восемь лет у нас есть игра такая классная что весь май все вот допустим так хочется конфетку и и такой смотришь игрушна у меня же день рождения у нас правила такие что день рождения начинается за месяц до дня рождения да и вот в этом году это мое рождение пропустили но мне везет потому что кристи постоянно забывает об этом и получается что после ее дня рождения у меня ровно через месяц день рождения и на следующий день после ее дня рождения начинается мой вспоминает где-то за неделю максимум до своего дня рождения это да это не честно но но это круто это все не честно в этом году у каждого будет по две недели только не было две недели ты вспомнила позавчера рождения еще неделю было конечно так и быть так что у меня 25 мая берете кулечки на запас и ровно через 30 дней до 4 июня у тебя день рождения кстати когда я шучу про 55 лет я вообще ничего плохого не имею ввиду потому что нашим мамам вот у них разница в три месяца им 55 лет и они у нас еще ого-го какие классные и красивые молодые просто это шутка потому что постоянно в комментариях было раньше про 55 лет что мне я вот шучу но вообще ни в не хочу никого обидеть и там у нас два подписчика говорили что у них день рождения так что с днем рождения вас до ведем рожденечка а мы а мы а мы вот идем не можем никак найти место чтоб никто не косил траву блин потому что вот только прошли 1 бедненький с этой косилкой вот еще один блин сейчас точно что-то здесь будет дождь был мы опять на этой дорожке где собаки малохольные все так давай говори быстренько быстренько продали кардюрата и не просто а тот самый огромный до капец вообще я в шоке мы так рады и кстати не просто так продали а продали здесь веленойсе чтобы его взяли и отправили в монтану для монтана монтана это 1000 1000 и даже не 1000 больше это получается это минимум до границы со штатом монтана отсюда 1000 миль где-то ну короче это где-то тысячи полторы до первого нормального города в монтане и это парень попросил у своего кузена чтобы он приехал забрал у нас карбюратор и он ему отправил деньги чтобы он его отправил ему по почте в монтану для его дедушки которому 96 лет на мы сделали скидку может быть он и забрал все это для дедушки чтобы сделали скидку а может и нет а я думаю что да 96 лет я вам говорил я вам говорил сейчас кто-то здесь начнет косить траву слышите да берем за забор и мы очень рады что мы приняли карбюратор очень круто и кстати кто читал комментарий окажется мы карталим еще уже капец вообще как бы ничего не имею против но мы не карталим блин да у меня проблема может быть вместо буквы с сказать ше вот такого плана но когда говоришь слово там что какое-то карбюратор например да ну как бы верну не картавлене карбюратор карбюратор роллтон маленький карбюратор встретил большой вот так вот столько узнаем себе кстати не знаем что будет со звуком потому что то что ветер сильный ветер уже очень сильный так Ребята, как вы смотрите вообще на такую рубрику в нашем влоге, вот на прогулке с тортиком, например, чтобы мы рассказывали какие-то истории. Потому что мы постоянно гуляем с тортиком, каждый день, даже иногда по два-три раза. И можем, чтобы не сидеть, например, как в прошлый раз история про полицейского, мы сидели на бакьярде, на заднем дворе и рассказывали историю. Чтобы не сидеть, а выбирать такое место, может, в разных местах будем гулять. Ну, заодно показывать что-то и рассказывать им какие-то истории, которые происходили с нами. Как вы на это смотрите? Пишите в комментариях, интересно будет вам отдельная рубрика именно с историями. Да, это. Этот дом, короче, продается, он рядом с нами через два дома. Самое главное, что они забор установили в прошлом году. Такой большой у них огромный бакьярд. Кстати. Мы в 2018 году купили дом за 260 тысяч. Сейчас он стоит, его средняя рыночная стоимость. 380. А риэлтор вообще сказал, что за 400 можно продать. От 360 до 390. Да. А риэлтор, ну это, типа, примерно. А риэлтор сказал, если мы даже поставим его на продажу за 380, то есть шанс, что мы его продадим за 410-420. Потому что на рынке очень мало домов. И, конечно, конечно. Мы вчера нашли на нем клеща. Это капец совсем. Вставай, вставай, быстро. Хорошо, что мы его пару дней назад обработали этой сывороткой от клещей и от блох. И он просто лежал на диване. Я подхожу его посюшкать. Погладить? Да, да. Он потом уходил за нами еще где-то полчаса. Да, конечно. Час валялся, его чухали, посмотрели, где там вещи есть, нет. Да, потом он ходил, ходил, уже говорит, да все, отстань уже, все, поискал, что ты хочешь от меня. Он еще погладь, еще погладь. И вот так, про дом продолжим. Да, потому что люди, которые ищут дома сейчас, ну, чтобы купить, они борются. Они борются за то, что им понравилось, потому что нет вообще на рынке домов. Очень мало. И цены космические вообще. Так что вот так вот. Дома дорожают, все дорожает на самом деле. Процент поднимается. Сейчас хоть процент был маленький. Ну, интересно. Видите, там полицейский, он каждый день, каждое утро, мы когда переехали сюда, вначале это нас беспокоило. Сейчас он каждое утро вот здесь находится. Вот. Вик ищет какашки. Каждое утро он, короче, вот здесь сидел. И мне так было неловко, я такая думаю, блин, что делать? Может предложить ему кофе? Я к утрам стою, а он прямо напротив моей двери сидит. Я кофе делаю, а он как будто неловко себя чувствовал. Думала, блин, как-то неприкольно, что он так сидит и смотрит. И как бы ни разу не решила себе предложить. Но он постоянно здесь. И когда видит нас, короче, уезжает. Видите? Это вообще капец. Он стоит, стоит, и только мы выходим на улицу, он уезжает. Ну, вообще, знаете, чем он здесь занимается? Чтобы вы не думали. Еще раз доказываем вам, что полиция здесь тоже такая же хитрая, как и везде. Вот на этом углу есть стоп. И вот он тут стоит. А там дальше тупик. Мы только что там были, там тупик. И он стоит тут хитрюче и ждет, пока кто-то не остановится. И потом бил, 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 и штраф. Делает дневной план. Да. И уезжает. Да, раньше мы, кстати, когда вначале приехали, мы вообще такого мнения были, что они такие хорошие. И, ну, мы тут по дороге ни разу не сталкивались с какими-то козлами. Вот прям. Мне кажется, только на траке, да? Помнишь, что-то, который за лампочкой? Да, были. Один раз про лампочку. Но это была ситуация, где он имел право так бы к нам придраться. Правильно же? Да. А в принципе, так вообще, полиция здесь всегда с нами очень-очень хорошо себя вела. Потому мы и думали о ней всегда хорошо. Ну вот, когда начали замечать вот эти приколы с выжиданием штрафа, вместо того, чтобы искать на дороге этих, которые нарушают, они берут и просто сидят. Так, грубо говоря. Нету. Так. Есть оно? Нет, ее нет. Идем посмотрим быстро, пока ее нет. Вот, если там что-то есть. Яички, яички, дай-ка нам. На, быстро. Куда вот она, интересно, убежала и оставила яички? Смотрите, яички. Мы их трогать не будем. Быстро убегаем отсюда. Все, уходим отсюда, чтобы она нас не спалила. На. Ну, она пошла покушать, скорее всего. Наверное. Может, надо ей реально купить что-то покушать. Сделаем проверочку. Здесь тоже, наверное, есть яйца, да, у тебя? Ну, она вот высиживает, наверное, их тоже. Да, умничка такая. Постоянно здесь мы ее проверяем пару раз в день. Она всегда на месте. Молодец. Такая красавица. Смотри, какая она красивая. Умничка. Привет тебе. Привет. Последний день. Последний день и все. И все. Больше никогда-никогда не буду мыть посуду. Ага, сейчас. Во-первых, признавайся в том, что я тебе помогала чуть-чуть. Да, два дня вообще-то вчера и поздно вчера, только ты молода. Да. Так что еще два дня до моего дня рождения ты можешь пацан? Блин. Точно. Ха-ха-ха. Ну, ладно, ладно. Если будет много, я помогу тебе. Так и все быть. Ну, а что тут происходит? Тут происходит... А, у меня наушники. Поближе ко мне, говорю. Тебе, говорю. Помните насосик водяной для аквариума, который мы нашли в коробках? Вот он. Помогает нам выкачивать воду из брезента в бассейне. Да. Хотим сделать удобнее уточкам, чтобы они плавали в бассейн. Ага. А то здесь так грязно уже, стискок. Фу, вообще. Да, надо уже открывать тарп, открывать бассейн. Открывать сезон пора. Угу. Кстати, да, на мой день рождения откроем сезон бассейна. Как тебе? Работает. Не знаю, если будет дождь, то не откроем. Точно будет дождь. Фу. Да, весь вторник, в среду будет дождь. Там уже не знаю, что дальше. Ну, главное, что работает. Да, нашли, как применить, кстати. Сейчас покажу, что точно работает. Смотрите, выключаю его. Аба. Вот, включай. Да. Пошел напор, да? Ну, да. Круто. Такой вот напор. Привет. А, ну мы здоровались, это будет кусочек где-то. Итак, итак, ребят, что это за коробка? У нашего друга родился сын. И он заказал мистер-бокс Амазона. За 25 долларов. За 25 долларов. Да. С игрушками для детей, для новорожденных. И тебе должна получиться сумма в 100 долларов внутри. Да, указано, что внутри наполнение коробки будет на 100 долларов. И он нам разрешил посмотреть и поделиться с вами. Предложил. Но мы вообще не отказались. Сразу согласились и решили вам, ну, правильно, поделиться с вами, да? Да, будем смотреть, что за игрушки такие в мистер-боксах на Амазоне. Типа распаковка, да? Распаковка же? Распаковка? О, тортик обижается, что ли? О, так тут. Нифига себе. Один. Два. Три. Четыре. Четыре игрушки, четыре коробочки. Так, коробки больше ничего нет. В коробке больше ничего нет. Отложим ее. Тор! Тор, что случилось? Иди сюда. Тор! Ругаются, что мы опять распаковки делаем? Так, это что, игрушечка? Я думаю, мы собирать не будем, правильно? Ну, а можно я вообще ее открыть? Если можно. Она запакована. Нет, нет, то есть она запакована не надо вообще. Все. Так, мы получили добро на открытие коробки и на сборку игрушек. Так, первая коробка. А Вику только это и разреши. Игрушки забирать. Ты, че ты мне говоришь опять про меня? Так, это как работает? А, это раскручивается, что ли? Ага. Все, 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 понял. Такая прикольная игрушка. Ну, я не думаю, что нам сейчас нужны ножки, да? Давай, может, проверим. Так, чтобы открыть игрушку, я принес свою игрушку. Вон, кнопочка, сынушка. Иди. Вон, справа. Иди, вон. О, да, че ты возьми? Все, Азон. Ну, все. Короче, классная, да? О. Это моя любимая мелодия. Короче, игрушки это не детям, а вижу тебе. Не, классная игруха, нет? Да, классная, мне нравится. А, сейчас будем смотреть, сколько стоит. Мы такую игрушку нашли. Стоит она сейчас 19.50. Обычно стоит 23 доллара, но сейчас скидка на нее. И на данный момент она стоит 19.50. Ну, уже хорошо, нет? Да. Так, что у нас следующее? Какой-то пакетик. Все. Что-то, лапс, что ж. А, это что? А, это типа лафовит? Нет, это книжечки такие. А, это такие вот, извиняющие. Нет, здесь, вегетаблс, вегетаблс, кебочка, пусто. Ну, это, наверное, больше не учить. Пис, горох. Сейчас не научишь, но он яркий, и будет звучать эта книга. Да, что-то будет отлаживаться, изображение. А, да. Я пытался себе в наушник показать. Давай еще. Там уже много их. Есть фрукты, овощи. Ну, панда есть. Животные. Панда, дир, олень. Дир – это олень. Олени очень любят фуры. Машинки. И машинки вообще, да. А, вот, есть фрукты отдельно. Есть, что это? Трейн. Есть трейн. Чей-то? А, вехиклс. Транспортные средства. Ну, прикольно, они такие шумные, понял? Номера. Прикольно. Да, 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 такие привлекающие внимание, звенящие. Шуршащие. Очень прикольно это придумали. Ой, блин, так интересно, сколько это стоит? Так, и это у нас трейн. А, трейн у нас был. Так, давай посмотрим, сколько стоит. Тольчик не сдержался. Не сдержался. Тоже хочет посмотреть, еще так шумит, какие его игрушки. Прям, да? Давай посмотрим, сколько это стоит. Стоит это 26 долларов. Такой вот набор. Сколько штучек? Для детей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать. Ух ты! Аж двенадцать книжек, блин. Ну, я думаю, что для развивашки. Не думаю, что сейчас в два месяца, в месяц можно что-то прям выучить. Не, ну это наперед. Ну, какие-то изображения, знаешь, что-то. Да, так я больше думаю для развития, да? Да. Очень прикольно. Ярские, такие красивые, шумные, привлекающие внимание. Круто. Двадцать шесть долларов, да? Да. Ну вот тебе и мистери бокс сразу. Прикинь. Одна игрушка, считай, весь мистери бокс покупает. Обиделся. Смотри на это. Реально. Сидел обиженный, чтобы не обращать внимания. Ты серьезно? Давай возьмем мистери бокс для тебя. Хочешь? Возьмем, обязательно возьмем. Так, следующая игрушка. О, это кайф. Еще и с зеркальцем. Еще и с ручкой. Угу. Это чтобы он такой деловой ходил. А, еще и вот штучка такая, чтобы грызть, да, я как понимаю? Да, 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 для зубчиков. Здесь коровка. Здесь овечка. Здесь. Эй, наша утка здесь. Квак-квак. Уточка. Квак-квак. И что еще? И свинка. И свинка. Так, здесь ничего, а здесь зеркало. Цветочек. Да. Классно. Еще с собой, чтобы таскать, да? О, вообще круто. А давай посмотрим, сколько стоит. Это, блин. И тортику бы понравилось. 22 доллара сейчас стоит такая игрушка. Обычно 26. Очень классная. Нет? Да, очень классная. Четвертая коробочка. О, это уже книжка будет у нас, кажется. Сейчас посмотрим, как она открывается. Классно. Мы разбрались, как она открывается. Это коробочка. Так, тара, так, 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 так. Нет, мы не разобрались. Ну, говори сбоку, солнце. Там открывашка нормальная. Хорошо, все, открываю сбоку. Там открывашка нормальная. Да, вот это есть. Ага, это полностью все нужно разбирать, оказывается. Так, здесь такая же система. Ну, капец, какая система. Ну, да, если дать ребенку, он ее фиг откроет, да? Точно поломает. Это так, чтобы сначала взрослые поигрались, а потом детям дать. Посмотри. Так, давай посмотрим, где батарейки. Тоже, тоже. Надо откручивать. Ну, вот, вот, красивая шума. Класс. Это, типа, шкафчик, да? Понял? А, и все. И все. И просто смотрите, дальше кто. Растик, говори себе книжка. Прикольно. Так, какие у нас зверя-то есть? Это кто? Черепашка, да? Угу. Черепашка. Открываются даже дверки. Поняли? Так, идем дальше. Здесь холодильник открывает целую обезьянку. Наглая обезьянка. Угу. Целый холодильник. Так, здесь у нас львенок, что ли? Да, львенок смотрит. Львенок и зеркальце у него есть. Игрушечный мишка. Супер. А, вот вся банда в сборе. Вообще круто. Блин, японные игрушки сейчас делают дети. Реально. Я в шоке. Это же в нашем детстве, да? Пластиковые разные там. Не знаю, в моем детстве были неваляшки, я их не забуду. Неваляшки, да, естественно. Это лучшая игрушка на свете. Я, когда повзрослела, потом просто единственное, что сделала. От интереса, что внутри, все разобрала. Бедненький. Да, у меня были четыре. И большие, и маленькие. Так что это моя любимая игрушка в детстве. Эй, посмотрите, сколько стоит. А, давайте посмотрим, да, сколько стоит. Сейчас, секунду. Стоит такая игрушка 18 долларов. 18. Ну, на самом деле, мне кажется, что меньше, чем 100. Меньше, чем 100. Всего выходит 85 долларов. Ну, это без налога. Ну, это без налога. Да, да. Еще можно добавить процентов 10 почти на налог. Это еще процентов. Короче, 90 долларов. Так, кругом бегом. Ну, это круто, нет? Это круто. И опять получаешь 90. Супер. Да, очень классно. Вот так вот. Вот такой вот мистери бокс для деток. Что скажете? Какую игрушку хотели бы вы себе? В своем детстве. Я первую хотел бы клацать. Не в детстве, даже сейчас. Не, а мне книжки понравились, если честно. Самая семья. Ну, книжки тоже классные, на самом деле. Они такие яркие. Это тоже прикольно. Все. Все, распаковка закончена. Надеемся, сыну нашего другу очень понравятся игрушки. Угу, 100%. Ладно, спасибо за просмотр. Всем удачи. Что? Обидно тебе, да? Обидно, что тебе игрушку распаковывали, игрушки не достали ни одну игрушку, да? Бедненький мой мальчик. Сидел тут такой обиженный, бедненький. Вообще. Да, обиделся на весь мир. Смотрите, у него как мало игрушек, конечно, тут. Да? Но ему все неинтересно. Все игрушки в доме должны быть его, да? Все не так, да? А, смотри, что у папы есть. Смотри, что у папы есть. Смотри, что у папы есть. Смотри. Сейчас папа достанет. Опа! Что это? Смотрите на этот хвост. Что это за... Чья игрушка это? А это, как думаешь, чья... И что, и пикает? И что, и пикает? Ты рад? Да, ну да, я ее вот так пору. Она там все внутри остается. Как так можно сделать игрушку, блин? Смотри, какая игрушка. Да, сейчас еще и эту порежу, чтобы ты ее не съел. Ну вот так. Все готово. Чья это игрушка? Как ты думаешь? Как ты думаешь, чья... Твоя? А ну скажи. Скажи, моя. Твоя? Честно, твоя? Потому что там не написано, что она тортикина. Точно твоя? Скажи нам, что это за игрушка. Такая вот игрушка. Такой вот кролик. Какой классный кролик. Какой классный кролик. Мама, хочешь поигрушку? Да, хочу. Мама тоже хочет игрушку. Мне нельзя. А ну давай. А ну давай, принеси. Давай, принеси. Давай сюда, сюда. Вот так. Все, молодец. Все, теперь он довольно как слон. Смотри, как удобно будет с папой играться, да? Удобно, да, с папой играться, да? Нравится тебе игрушка, да? На, играйся, играйся. Ребенок, блин, реально как ребенок. И все. У нас новая игрушка. А то сидел тут обиженный, блин.